Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео украшение. И я вот вам буду показывать такие вот украшения, которые я сейчас вот перед вами быстро-быстро покажу, чтобы не разрушать интригу. И перейдем к показу непосредственно уже сейчас. Давайте начнем со слона. Вот такой вот прекрасный, замечательный, симпатичный слоник попался мне в одном из наших секондов. Вернее, в том же самом, в котором я всегда покупаю все самое красивое и недорогое. Недорогое я имею в виду по ценнику, а не по, так сказать, реальной стоимости этих вещей. Ну, в данном случае он стоил 4 доллара. И я не могу сказать, что это за бренд, потому что маркировок никаких нет. Вот так вот он выглядит с обратной стороны. Я находила его в продаже. Он был заявлен как винтажный. Но верить продавцам не всегда можно, к сожалению. Пишут лишь бы что? Лишь бы продать. Но слоник, безусловно, симпатичный. Посмотрите, как интересно он сделан. Глазик здесь зеленый. Я не знаю, вам видно или нет. Вот этот вот глазик у него зеленый. Какой-то у меня такой свет плохой сегодня, что даже не видно цвет глазика. Ну, в общем, он зеленый. Поверьте мне на слов. Видите, как он прикольно сделан? У него есть белый металл, желтый металл. И он весь, видите, как бы броширован. И вставки из белых кристаллов. Он небольшой, но очень симпатичный слоненок. Так, теперь давайте рассмотрим вот такую вот брошь. Интересную брошь. Мне кажется, она очень винтажная. Ей стоила 4 доллара. Почему я так думаю? По застежке. Посмотрите, какая длинная, большая игла и застежка-крючок. Это обычно встречается в брошях очень стареньких, очень винтажных и даже, я бы сказала, возможно, антикварных. Хотя не думаю, что она антикварная. Почему? Потому что она выполнена, видите, сделана с эмалью. А я не думаю, что в те времена обладали техникой горячей эмали. Мне кажется, что нет. Поэтому я думаю, что она, конечно, безусловно, винтажная. Но насчет антикварности я бы немножко усомнилась. Но, безусловно, она, знаете, простая, но очень интересная. Обычный такой зеленый лист. Собственно, купила я ее потому, что мне показалось, что она очень старенькая. И мне захотелось ее купить. Ну и вообще она такая минималистичная, но стильная, красивая брошь. Дальше, 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 дальше у нас брошь. Брошь игла. Маленькая такая симпатичная малютка. Я раньше их как-то практически не покупала. Но в последнее время у меня они очень часто стали попадаться. И я решила их брать, особенно когда они с маркировкой. Видите, стоила она 3 доллара. И здесь есть маркировка. Давайте рассматривать. Кто здесь? Кто это? Кто это? Кто это? Здесь есть две маркировки. Здесь, видите, вот цифры 122 или 0-122. И здесь у нас De Orland. Написано De Orland. De Orland – это канадская компания, винтажная ювелирная компания. Бижутерная, вернее. Довольно дорогая и очень такая почетная, я бы сказала, известная. И очень, ну, такая считается хорошая компания. Посмотрите, какая она малюсенькая, но какая она симпатичная эта брошечка. Малюсенькая брошечка-игла. Большой был у меня улов винтажных бус. Разных цветов и расцветок. Вот такие зеленые. По-моему, на них была маркировка. Да, мне кажется, что здесь или не было, на других было, я не помню. В общем, я их набрала много в этот заход. Нет, здесь нет маркировки. Застежка-крючок. Деланы они двухрядные бусы. Я не знаю, я их люблю. Они такие радостные, веселые. Посмотрите, какие прикольные. Это пластик, конечно же, не стекло, но выглядит, как будто бы стекляшки. Смотрите, какие красивые бусины. Просто замечательные. Они мне очень понравились. Такие зеленые, летние, жизнерадостные. Просто прелестные. Здесь где-то вот нитка торчала, вот тут. Надо будет как-то ее обрезать или заправить. Видите, просто сделана обычная вот такая удлинительная цепочка. Довольно короткая. Я думаю, что она оборвалась. Я думаю, что она была длиннее. Обычно они длиннее, эти цепочки, чтобы было место, чтобы за... А, вот здесь вот еще тоже ниточки. Видите, как немножко растрепались они. Обычно эти цепочки длиннее, чтобы было за что зацепить этот крючок и делать разные длины. Бусы. Ну, вот здесь, видимо, может быть, оторвалась она. Но сами бусины просто шикарные. Такие красивые. Как будто стекляшки. Но на самом деле это пластик, конечно. Очень симпатичный. И... Так, еще две пары сейчас вам покажу. Вот эти, по-моему, были маркированы. А на этих не было цены. Они стоили столько же, сколько эти. Просто на них цена оторвалась. И мне продавец продал их за те же деньги. Четыре доллара они стоили. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Какие-то же они были маркированы. Кто-то из них был маркирован. Или я что-то путаю. Тоже нет маркировки. Значит, я что-то путаю. Видимо, на чем-то маркировка была на других. Тоже, тоже такие приятные. Они, знаете, сделаны из пластика тоже. Но как будто бы под камень или под янтарь сделаны. Под камень, скорее. Под яшму, видимо, сделаны. Очень симпатичные бусины. Такие вот золотые маленькие бусинки между ними. И очень красивые, красивые вот эти вот держатели для самих бус. Кстати, видите, вот здесь вот довольно длинная удлинительная цепочка. Шесть бусин. А здесь только, там вот только две. Наверное, они были оборваны. Но бусы очень приятные. Такого красивого винтарного медового цвета. Хоть они и пластиковые, но они очень приятные. Мне очень они нравятся. Они коротенькие, но мне нормально. Видите, эти некоторые такие немножко прозрачные. А эти нет. Но все-все-все разные. И такие красивые невозможно. И третьи бусы. Вот, здесь была маркировка. Я помню, что где-то была маркировка. В West Germany маркировка. Но я думаю, что они все вот West Germany бусы эти. Эти прям такие, знаете, конфетки-леденцы. Стоили они вообще 2 доллара. Я, конечно, их взяла. Потому что я подумала... Ну, маркированные бусы, винтажные. Ой, кто-то мне шлет имела, я слышу. Надо будет мне проверить. Я занялась съемка в свой перерыв. Я работаю из дома. Работаю из дома. И перерыв могу снимать. Что я и делаю. Но мой перерыв мне продолжает... Кто-то продолжает писать на мой рабочий компьютер. Итак, продолжим. Вот такие вот симпатичные. Очень нежного цвета, благородного. Тихая роскошь, я бы сказала. Вот такие вот граненые бусины. Тоже очень красивая вот эта вот деталь, на которую цепляются сами бусины. Тоже, видите, здесь довольно длинная удлинительная цепочка, крючок. Приятные. Очень приятные в руках. Приятные, знаете, на звук. В общем, люблю такие вещи. Хоть и пластик, но стоили они вообще копейки. Поэтому я вот очень довольна кучей бус, которые мне достались в этот раз. Сейчас хочу вам показать браслет. Стоил он 5 долларов. Браслет, безусловно, винтажный. Может быть, 80-е. Самое позднее, мне кажется. Посмотрите, какой он интересный. Сделан вот здесь вот. Это такая как бы удлинительная, тягучая такая вот спиральная цепочка. И вот такая вот вставка эмалевая в центре. Маркировок у него никаких нет. Почему я была удивлена? Потому что он очень качественный, прекрасно сделан. Вот здесь вот эти на замочке. И прекрасно сохранился. Никаких маркировок нет. А я ожидала увидеть что-нибудь типа манэ. Вот так вот он выглядит на руке. Сейчас я его попробую застегнуть. Вот так вот он выглядит на руке. Очень симпатичный, я считаю. Напоминаю, даже часы немножечко. У меня есть что-то похожее. Но, по-моему, вот такой вот брошь с такой эмалей. Но, по-моему, она золотая. Я попробую поискать. Если поищу, то добавлю вам фотографии. Если они подходят. Если нет, то не буду. Вот смотрите, как он выглядит. Прикольно, интересно, симпатично. Мне очень даже нравится. Следующее, следующее, следующее украшение у нас. Вот такая вот брошечка, которая стоила всего лишь 2 доллара. Баркировок нет. Но мне кажется, что это старинная винтажная австрийская брошь. У нее есть все атрибуты, подходящие под это описание. Длинная толстая игла. Очень-очень тугая застежка. Мне большого труда, стоит ее расстегнуть и застегнуть. Так, ладно, оставлю пока так. Вот такая вот красавица брошь. Все кристаллы на месте. Очень красивые такие блестящие кристаллы, переливающиеся, чистые. Сзади все кристаллы закрыты. Есть очень много таких брошей. Маркировок у нее нет. Есть очень много таких брошей, которые относятся где-то к 60-50 годам. Австрийского или чешского производства. Не могу закрыть. Возьмет много времени, не хочу. Да, да. Да, здесь, конечно, очень тугой замок. Прямо вот закрыла с трудом. Видите, какая длинная игла, толстая такая хорошая игла. Очень красивая брошь. Такие кристаллы немного сероватые, правда? Они не чисто белые, а чуть-чуть такой с серинкой. Элегантная, изящная брошь. Положим ее сюда. И к ней невероятно подойдут серьги. Посмотрите, как подойдут. Мне кажется, очень подходят. Бриллианты, прям бриллианты вам показываю. Значит, тут у меня вопросы. Вот так вот они продавались с подложкой Вендом. И стоили 5 долларов. 4,99. Здесь цена 10 долларов. И написано, что это surgical steel. То есть, сталь. Операционная сталь. Что бы это ни означало. Я думаю, что это имеется в виду, что сделаны они из какой-то очень хорошей стали. Потому что все, что операционное, оно должно быть очень качественное, не аллергенное. И, в общем, все самое лучшее, что может придумать человек. Вы знаете, они хорошо сделаны, красивые, яркие, бросаются в глаза. Но я не уверена в их происхождении и в их винтажности. Во-первых, можно было любые серьги надеть на эту подложку Вендом. Может быть, здесь было что-то другое. А люди, в общем, надели их. Не знаю. Я не нашла ничего подобного. Могут ли серьги Вендом стоить 10 долларов? Вероятно, могут, если они были куплены очень давно. По-моему, этот бренд уже не существует. Но бренд, конечно, винтажный, известный. Довольно дорогой. Я искала серьги Вендом. Честно говоря, я... Или Вендом. Я не знаю, как правильное ударение ставить. Честно говоря, я вот таких вот не видела. У них совершенно другой был, другой дизайн. Такой винтажный. В общем, винтажный дизайн. Очень не похож на этот. Почему бы мне не включить свет? Подумала я. Увидела, что у меня выключен свет. И поэтому мне так темно. Короче, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что серьги Вендом, клипсы, которые я находила, и вообще украшения, они совершенно другого дизайна. Совсем не такого. Такого я не нашла. Поэтому у меня сомнения. Но я хочу сказать, что серьги выполнены очень качественно. Очень... Давайте я их сниму. Будем их рассматривать. На самих серьгах нету никаких маркировок. Но сделаны они очень хорошо. Качественно. Вот так. Такое впечатление, что вот здесь могла быть маркировка. Но её нет. Не знаю. В общем, не знаю. В любом случае, они красивые серьги, нарядные. Вендом, не вендом. Но похоже, что винтажные действительно. Потому что очень качественные. Очень такие тяжёлые. Ну, не очень тяжёлые, а довольно тяжёлого. Хорошего веса такого, правильного. В общем, такие, знаете, вот всё-таки винтаж определяется часто по весу. Вот, есть лёгенькие украшения. Сразу видно, что это что-то... Что-то такое не то. Так, тут у нас брошь и клипсы. Купила тоже в одном магазине. И подумала, что будет замечательный, прекрасный комплект. Брошь строила 6 долларов, клипсы 5. Конечно, тоже это винтажные вещи, винтажные украшения. Я очень люблю кристаллы Аврора Бореалис. Когда-то мне они не нравились. Но сейчас я просто их обожаю. Смотрите. Вот такая задняя часть броши. Маркировок нет. Застёжка явно винтажная. Да и видно, что, в принципе, дизайн винтажный. Вот сейчас не делают такие броши. Брошь наборная. Сделанная из бусин Аврора Бореалис. Сверкает, переливается. Напоминает мне что-то зимнее. Ближе уже к Крисмосу, в общем, к Рождеству. Вот, знаете, как будто бы замёрзшие льдинки. Льдинки замёрзшие, снежинки замёрзшие. В общем, что-то такое. Что-то очень-очень зимнее в моей голове. И клипсы. Они, наверное, не были комплектом. Но просто, видимо, может быть, у кого-то они служили комплектом. Пять долларов они стоили. У меня есть похожие, но не совсем такие. Я тоже очень люблю такие клипсы. Видите, тоже маркировочек нет. Вот такие вот они. Делают их обычно вот на такой вот пластинке с дырочками. И набирают наборным образом вот эти вот бусины. Бусины Аврора Бореалис. Нет маркировок. Нет. Вот такие вот они прекрасные. Ну, правда же, совершеннейшая зима. Снежинки, льдинки. Что-то вот такое вот. Такие вот у меня ассоциации. Снежная королева. С фильмом, старым-старым фильмом. Снежная королева. В котором играла юная Проклова. Когда она ринулась искать своего Кая в чертоге Снежной королевы. А он сидел и из ледяных букв складывал какое-то слово. Помните этот фильм? Так вот, ледяные буквы напомнили мне. Вот эти вот серьги. И вообще этот комплект. Так, следующим лотом у нас идет вот такая вот цепь. Которая стоила 6 долларов. И сама по себе она красивая. Состоит из таких вот элементов. Я, наверное, сейчас все подвину. А то у меня нету места. Из таких вот элементов. Мне продолжают писать. А у меня перерыв. Я не пойду смотреть, что мне пишут. Вот закончу снимать и пойду. Здесь есть маркировка. Которую я не могу идентифицировать. Что-то ужасно знакомое. Мне нужна ваша помощь, девочки. Ужасно знакомое. Но я не могу понять, что это такое. Что это? Что это? Напомните мне. Не знаю. Пожалуйста, напишите. Обычный замочек. И вот эта вот маркировка. И очень цепь, в принципе, симпатичная. Посмотрите. Она сделана из красивых звеньев. Серебряных. Ну, серебряный цвет металл. Красота. И последнее у меня колье, которое загадка, но непонятно мне. Вот есть у меня вопросы по этому поводу. Интересная ситуация сложилась с ним. Колье красивое. Вот такой вот кулон. Такой, знаете, двигающий. Не трансформер, а как это называется. Мобайл. Такой мобильный. Красивая цепочка. Кстати, очень похожая на предыдущую. Просто один в один. Посмотрите. Их даже, в принципе, можно носить вместе. Они очень похожи одного плана. Стоило оно 5 долларов. Красивая цепь. Прекрасно сохранившаяся. Вот такой замочек. И маркировка на обратной стороне. Маркировка, маркировка. Эйвен. Я надеюсь, что вам видно. В чем история с ней, с этим кулоном? Сейчас я вам расскажу. Так вот, у меня есть вопрос. У меня есть каталог. Видите, Сар Кавентри. Который мне прислала моя любимая подписчица. И, можно сказать, уже подруга. Светочка из Швейцарии. Я с удовольствием его рассматриваю и изучаю. И долгими зимними вечерами я разглядываю прекрасные, красивые украшения, которые есть в этом каталоге. И вот, что я здесь нашла. Долгим летним вечером, блистая его снова, я нахожу вот такую картинку. И вот мой кулон. Один в один абсолютно соответствует. Я не знаю, вам видно или нет. Давайте я вот так приподниму. И вы увидите. Вот, посмотрите. Вот картинка. Вот мой кулон. Просто один в один. Правда, здесь написано, что он не идентифицирован. Вот этот вот кулон, он не был идентифицирован. И, значит, у него как бы ориентал апперенс. Ориентал – это восточное, выглядит как восточное украшение. Но для него нету названия, потому что все украшения, которые здесь есть в каталоге, они имеют название. И вот у меня вопрос. Значит, мой Эйвен. Мой Эйвен был сделан как копия. Ведь это же Эйвен, правда? Не Сара ведь, не Сара. Нет, Эйвен. Абсолютный Эйвен. Был сделан как копия этого кулона от Сара Кавантри. Причем вот этот раздел относится к поздней 60-е. Ну и вот. Поэтому я в каких-то непонятках совершенно нахожусь. Раз он есть в этом каталоге. В каталоге Сара Кавантри в поздних 60-х. Значит, автор каталога знал, что это. Ну, по крайней мере, не было. На этом-то и есть маркировка. Точно. Это значит, что никак не могли его перепутать с кулоном от Сары Кавантри. Но вот тем не менее, он присутствует в каталоге. Но я так поняла, что автор каталога, она его как-то не определила. Значит, вот на этом, который был у нее, маркировки не было. В общем, загадки, загадки. Загадки, секреты. Даже не знаю, что и думать. Вот такая вот история у меня приключилась. Ну, я же ведь не ошибаюсь. Это же то же самое, правильно? Вот такая вот история у меня приключилась с этим кулоном. Интересно, правда? Что вы думаете? Ну что ж, дорогие друзья. Вот такие у нас сегодня были украшения. Вот такие сокровища, которые я вам показала. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вы останетесь со мной, если вы у меня впервые. А если нет, то я очень рада, что вы продолжаете меня смотреть. И для тех, кто впервые на моем канале, я, по-моему, не сказала это в начале видео. У меня видео не только про украшения. Я снимаю примерки в магазинах, обзоры магазинов. В общем, все, что мы, девочки, любим. Поэтому, если вы тоже все это любите, то я буду рада, если вы ко мне присоединитесь. А на сегодня все. Всем привет из Канады. С вами была Дита. Пока-пока-бай.